Соревнование, которое проходило на платформе Kaggle, спонсором которого была сеть эквадорских супермаркетов средних и больших супермаркетов в гипермаркетах, судя по количеству данных, которые они нам дали. Собственно, какая заключалась проблема? Проблема заключалась в том, что вот этим супермаркетам необходимо было предсказывать будущие продажи, для того, чтобы можно было планировать закупку каких-то там товаров в каком-то определенном количестве, чтобы не было простоев и прочего, и потери денег в бизнесе. То есть этот алгоритм подразумевается, что эту модель они будут использовать у себя в продакшене образно. Данные, которые нам дали, данные – это временные ряды. Состояли они из большого количества наблюдений, то есть это где-то 125 миллионов наблюдений было в трейне, в тесте было 3 миллиона. То есть не сильно было удобно работать, потому что нужно было большое количество оперативки, относительно большое. У меня просто немного, поэтому мне было не сильно удобно. Приходилось обрезать и как-то находить какие-то варианты, чтобы можно было нормально в Юпитере анализировать. В общем, трейн состоял из шести, точнее трейн состоял, так, они нам дали шесть или пять, я не помню уже, пять файлов, которые, каждый из них состоял из, трейн состоял из, собственно, количества продаж по каким-то итемам. Потом это были айдишники магазинов, это были айдишники итемов самих. Была такая информация, как он промоушен, это то есть на акции, там товар на акции, либо нет, это был там булин, true-false. Кроме того, была информация по транзакциям, это количество транзакций по каждому товару. Эта информация была только для трейна, для теста, они нам ее не дали, собственно, как всегда такое бывает. Потом были цены на нефть, непонятно зачем они тоже ее дали, будто она как-то коррелирует, но на самом деле никакой корреляции не было и все сразу ее отмели, понятное дело, только путала, и там трендовость вообще очень скакала. Потом, особенно в Эквадоре. Потом была еще информация по поводу самих магазинов, то есть это был город, они даже сами сделали кластеризацию, то есть это были кластеры по типам магазинов, и, насколько я помню, еще был какой-то категориальный признак фэмили, он тоже как-то кластеризировался, только немножко в другом виде. Данные были, в трейне были данные из 2013 года, то есть это за 4 года. Тест предсказывали, то есть это был период предсказания 16 дней. Примерно все так. По поводу данных, как всегда, не обошлось без тупизма со стороны спонсоров. Дали данные, вот особенно, и вот связка, комбинация store item, то есть это магазин и сам item, ну это любой товар. Получается так, что в тесте были комбинации store item, тех, которые не были в трейне. И логично отсюда, что никак предсказать это невозможно. Возможно только как-то кластеризировать, но кластеризация не помогла, потому что, честно говоря, скорее всего из-за шумленности данных, которая произвела, точнее, на шум повлияло еще один параметр, это как вот этот он промоушен. Дальше расскажу, почему он повлиял. Ну это предположение. Возможно, я не прав. Но никого не получилось предсказать вот эти вот новые связки store item. Метрика, которая использовалась для оценки, это логарифт среднеквадратичной ошибки, нормализированный и взвешенный. В общем, метрика неплохая. Там они пояснили, зачем такая метрика им нужна. То есть получается штрафует он, если true positive значение, допустим, равно 50, то есть маленькое, небольшое. И если мы неправильно его предскажем, то штраф будет больше, чем, допустим, это будет 500 и мы предскажем 545. То есть получается, что больше их значения пенализируются меньше, штрафуются меньше. Дальше мы построили на основе нашей модельки кривую вот такую. Слева это сами значения, то есть true positive. Внизу это количество бачей, ну или итераций. И то есть по вот этому графику можно понять, что недооценка вредит больше, чем переоценка. То есть если, допустим, если мы выбрали 3 значения как true positive, и, допустим, мы его переоценили, то видно по кривой, что после 2000 значения, после 2000 итерации мы в 3 раза меньше оштрафуемся, чем если бы это было значение, допустим, 0. Вот сделали мы из этого выводы какие-то и боялись очень недооценить. В конце я так понял, что мы даже чуть переоценили, но это лучше. По самой метрике вышло намного лучше. Самая хитрая, как всегда, во всех соревнованиях это валидация. Сразу скажу, что она мне никогда не сходится. Я не знаю, никогда не чувствовал этого кайфа, когда она сходится в ноль прямо. Но когда есть вот этот вот зазор между паблик и local CV, и он хотя бы движется в нужную сторону, то это как бы уже какая-то валидация никакая есть. По поводу валидации, что использовал я? Ну и, собственно, использовали ее все, потому что вначале кто-то закинул бейслайн, и никто его не смог по валидации толком нормально победить. Валидация использовалась 16 дней, период. То есть 16 дней сразу до того, как мы должны были предсказывать. То есть мы должны были предсказывать с 16 числа. Мы взяли валидацию с 26 числа. Почему так? Потому что это была среда, и 26 тоже среда. То есть мы просто отмотали на две недели назад. Что дальше влияло на валидацию? Вот эти вот store-item комбинации, которые я сказал, которые в тесте были новые, которых не было в трейне, которые очень мешали, вот их надо было оставить только те, которые есть. То есть вот те, которые новые комбинации, мы их просто выбрасываем для валидации. Данные берутся в 2017 год, потому что лучше всего показали себя на валидации по коэффициентам 2017 год. Ну и памяти меньше и прочее. По поводу разных типов моделей. Нейронки, корреляция намного была лучше. Потому что… Дальше расскажу, почему. Потому что там тип нейронки и как он валидирует, она намного обобщеннее, то есть обобщает намного лучше. По поводу градиентных моделей, то тут валидация намного хуже была. То есть использовали CLGB, потому что она быстрее на самом деле. А данных было много. И вот эта вот LGB модель, она… Вот этот вот гэп между public score и CV score, local score, он был намного больше и иногда прыгал как-то неадекватно. Потом мы поняли, почему, но уже не успели переделать модельки. И я думаю, не сильно бы мной помогло. Что я пробовал еще? Пробовал валидации в разных периодах. Например, допустим, 5 дней, затем 11 дней. Ну, разные периоды, 7 дней, потом 9 дней. Предсказывал 7 дней, закидывал в трейн, генерил новые фичи с новыми предсказаниями. Конечно, мог оверфитнеса, но просто проверял методику такую. И потом предсказывал на 9 днях последующих. И, собственно, валидировался тоже на 9 днях только. Но это ничего не помогло. Оно доработало хуже, чем на 6 днях. По поводу наблюдений. Как я сказал, вот этот вот он промоушен на акции тоже подготовили они очень странно датасет. И вот этот вот булин значения он промоушен иногда было пустое вообще. То есть это подразумевалось в том, что вот эти вот значения, ну типа сейлзов, продаж этих вообще не было. Но это такое наблюдение мы сделали. То есть он промоушен в этих вариантах мы поставили просто на 0. И это тоже помогло для валидации. Потом, если вообще он промоушен выкинуть из датасетов, то валидация очень даже сходилась. Ну опять-таки не в 0, как я сказал, но она сходилась. Но очень много признаков было завязано на этом он промоушене, поэтому мы не могли его выкинуть и пришлось, короче, как-то вот маневрировать с этим вот параметром. Также получилось так, что вот эти вот новые комбинации, вокруг них было очень много всего завязано просто, вот эти вот новые комбинации, которых не было в трейнере, которые были в тесте. И для них в некоторых было он промоушен равен true. То есть, по сути, мы не знали вообще ничего раньше об этих новых айтемах, о новых продуктах. Но мы знали точно, что на нем уже акция. То есть предполагалось, что какие-то продажи есть. Но как предсказать эти продажи? Честно говоря, никто толком не догадался. Были попытки проставить медианы и прочие, и просто единицу проставить, но 0 сыграли лучше всего. Опять-таки датасет очень странный. Задавали вопросы люди в самом начале, зачем добавлять эти вот комбинации, потому что это логично, что это вот предсказание, оно будет немного сдвинуто, что ли, оно без пойдет в сторону вот этих вот несуществующих айтемов и магазинов. Но, как всегда, спонсоры ничего не сказали, и сказали, типа, играйте дальше. И, собственно, что и произошло. Вот это, кстати говоря, тоже у них ошибка большая, потому что если использовать эту модель потом в продакшене, то ее надо переделывать под тот датасет, который… то есть в дальнейшем эти продажи уже будут, им надо будет перетренировывать модель. И не факт, что она сыграет в лучшую сторону. То есть если бы они сразу убрали вот эти вот новые комбинации из теста, тогда было бы намного ситуация идеальнее для них. По поводу препроцессинга и фич. Кто сталкивался с временными рядами, тот, в принципе, знает, что вот эти вот сам инжиниринг всех фич, он, по сути, straight forward, он самый такой простой и прямолинейный. Ну, точнее, не простой, не прямолинейный. Он везде используется один и тот же. То есть испокон веков, то есть ничего нового толком не придумали, поэтому все использовали какие-то старые варианты. Но тут главная была проблема в том, что опять-таки вот надо было под вот этот вот датасет с этими проблемами его, с он промоушеном и вот этими комбинациями, которые новые, которых не было, вот эти вот фичи подобрать так, чтобы модель не оверфитилась. И вообще она повела себя правильно. Почему модель может вести себя неправильно? Допустим, если взять градиентный бустинг модели, то по оказанному признаку строятся и отсекаются деревья и строятся дальше. И вот, допустим, взять ситуацию такую, что есть вот эта вот комбинация, которых не было в трейне, есть он промоушен, который равен true. И вот эта вот модель, она на каком-то этапе отсекает и идет, допустим, в одну сторону, думая, что какие-то продажи были. Но на самом деле мы точно не знаем, были ли продажи в этом он промоушен, либо это ошибка просто проставления датасета. И вот из-за этого очень сильно оверфитилась вот эти вот градиентные бустинги. Точнее, не оверфитились они, а они просто предсказывали неправильно. То есть как мы припроцессили, как мы вообще припроцессили. Заполняли пустые вот эти вот он промоушены, о которых я говорил, они просто были пустые, заполняли на нули. То есть мы не делали каких-то попыток предсказания там true или false. Потом были также минусовые продажи. Это значит возвраты. То есть те товары, которые возвращаются, чарджбеки там какие-то. И вот эти вот минусовые продажи мы тоже обнулили, потому что не было смысла от них играть, потому что мы продажи иногда отдельно тогда, и это намного совсем по-другому строятся модели и вообще сама структура предсказаний. Дальше. Вот эти вот проблематичные новые в тестовом датасете item-store комбинации просто убирали. То есть мы убирали и в конце, заменяли их просто на нули. То есть мы даже их не предсказывали, мы просто их убирали из атосетов, из тестов. И потом их предсказывали нулями. По поводу фичи инжиниринга, тут было все так. В основном топовые решения все использовали примерно одну и ту же стратегию. Ну кто-то, понятное дело, есть там хитрости, а дальше тоже расскажу. Вот мы использовали 2017 год данные за 2017 год. Это в градиентном бустинге моделях. В нейронках использовали почти весь датасет. То есть три года. Ну не почти, четыре года весь, мы три года использовали. Потом некоторые модели я тренировал на отдельных периодах. То есть брал не 2017 год, а допустим 9 месяцев 2017 года. Это специально сблазионно для обобщения, чтобы просто лучше ансамбль работал. По поводу базовых каких-то фич. Базовые фичи это были категориальные признаки. Они вот указаны, там нет смысла перечислять их. Статистические фичи, как обычно, это были скользящая средняя, потом с разными окнами и с разными ключами. То есть что это значит, просто шла группировка по ключу. Ключ это был как раз магазин, товар и дата. То есть чтобы разбить на временной ряд. Таргет, по которому мы группировали, это были продажи и он промоушен. И брали различные окна. То есть окна указаны внизу, то есть от 1 до 140. Методы, которые мы потом использовали для статистических, этих вот скользящих, это были стандартные отклонения, минимальная, максимальная, средняя, медиана и скил. Квиртозис, даже вроде Квиртозис кто-то пробовал, но не сильно оно зашло там. Потом вот то, что я говорил, транзакции были бесполезные, потому что они были только для трейна даны нам, для теста. Количество транзакций не дано было. То есть, понятное дело, это сразу отсекается. По поводу нефти тоже, потому что корреляции никакой нет. Они думали, что она как-то поможет, но никак не помогло. Потом также был интересный датасет праздники. То есть это государственные праздники, в которых магазины вроде как не должны были работать. Но так как это Эквадор, они работали. И это сразу проанализировали люди и пришлось это выкинуть, потому что никакого опять-таки тоже… Были тренды, но тренды, вот эти вот выходные и перед выходными, но эти тренды сглаживались с скользящим средним. И, понятное дело, ничего просто не дали. Не дало вот этот вот holidays датасет. Также мы могли использовать какие-то публичные данные. То есть, если посмотреть, как это делается на Kaggle, сразу смотрятся предыдущие соревнования, которые похожи, то если посмотреть, использовалась иногда погода. Датасет погоды. Но в Эквадоре опять плохо с этим. Вот эти вот станции, которые частные, они… их почти не было. Выгрести эту погоду было сложно. И я тоже не думаю, что она сильно бы что-то дала, потому что люди как-то не обращали внимания ни на праздники, ни на погоду. Они как-то покупали в определенном… и покупали. В датасете описали спонсоры, за что им плюс, но оно не помогло. Они описали один тренд. В 2015 году, насколько я помню, в мае было землетрясение большое очень. И вот очень можно было увидеть этот тренд. Люди помогали друг другу. И очень возросли продажи прямо, ну очень сильно. Но так как мы не использовали в градиентных бустинге вот эти вот года, то так же мы в нейронках него не использовали, потому что мы брали как раз после этого дня, чтобы тренд это не повлиял никак. Что дальше? По поводу нейронок. Какие фичи были в нейронках? Когда открывался… то есть время с первой продажи в магазине, в любого итема. И последнее. То есть итем старт-стоп, потом store items, номер. Это просто категориальные признаки. Вот дальше пошли. Потом количество продаж в магазине по конкретному сейлу, total. Дальше, когда item начал… товар начинал продаваться, то есть первая его продажа и до самой последней, то есть до первого none. Из такого интересного… ну как всегда это количество вот этих вот none. Это когда не было вообще продаж, то есть мы не знаем информации. day of week, day of month, day of year. Это понятно, но это все согласно таймлайну. И также шифты, ну и лаги. Лаги переменных. Это, собственно, тоже скользящие. On promotion и sales. Точно так же, как и в градиентных моделях. Только за исключением того, что вот еще в паст, но исторические данные тоже использовались. В градиентном бусинке лично я не использовал исторические данные. Точнее, я использовал, но за маленький период. Я не помню, там неделя вроде у меня была до. Дальше. Дальше. По поводу команды и по поводу решения. Я просто пропустил случайно этот слайд. Он должен был идти прежде, но ничего страшного. Как все происходило? В общем, было у нас вот 4 человека. В определенный момент соревнований, это примерно за неделю до окончания этого мержа, от этого в команду, я отписал на Kaggle, что вот я зашел в тупик и, собственно, хочу поделиться какими-то своими наблюдениями и ищу там тиммейта. Пару людей написали, но, собственно, у меня скоро на тот момент я был в 50-ке, я был там 43-й или какой-то, где-то в 50-ке я был, 40-й какой-то. На тот момент мне написали люди, которые были там намного ниже, там какие-то 200-ые места, но как-то я и забил на это и решил, думаю, ладно, я пойду в соло, потому что были там еще пару идей, у меня с железом просто как-то, с железом не сильно, и на АВС приходилось все это делать, что неудобно было. Ну, думал, что буду уже как-то добивать пытаться нейронки. Но потом мне написал вот Лак, это человек, который был чуть выше меня, но скоро у нас был одинаковый. И, собственно, он был лидером, и к нему присоединились еще два человека, то есть это два человека из Китая, один француз и я. У них было скоро чуть поменьше. Что было из решений у меня? У меня был ансамбль, это был DNN, ну просто это нейронка, в старом, собственно, названии. Это entity embeddings, это что это значит? Это было полносвязное, два полносвязных слоя, dense слоя, в которых категориальные вот эти вот признаки, они не через ванных хот-энкодинг использовались, а через embedding слои. Это такое решение использовалось на Rossmann Sales, это очень похожее там предыдущее соревнование было, откуда, собственно, я боеслан этот нашел, где я нашел этот боеслан и чуть-чуть его докручивал. Ну не чуть-чуть, а много его докручивал, понятное дело. Что касается по скороту, она у меня не была топовой. Ну неплохо она private показала себя. Потом два light GBM, как я говорил раньше, я на двух просто периодах предсказывал, один полностью 2017 год, один вот 9 месяцев. Два CatBoost, CatBoost очень классно зашли тоже, потому что категориальных признаков очень много было, CatBoost очень хорошо показал себя. Дальше это был еще один ансамбль, собственно, с XGB, и медианная, просто медианная пытка, то есть модель, которая основывается на медианах. Дальше у первого участника был ансамбль тоже, вот как написано, у Литла был тоже ансамбль, немножко другой. И вот Лак, он из Санушествия живет, и вот у него была модель, это CNN WaveNet. Вот она оказалась выигрышной у нас. То есть мы ее допилили потом в конце уже вдвоем общими усилиями, но основную работу сделал он. То есть эта модель получилась на паблике 508, как я вот написал внизу. Ну на private 512, когда я там еще ансамблировал довольно-таки много, разные варианты. И на ансамбле мы в самый-самый последний день вытянули, то есть мы примерно были там на 17 месте, около золота, но там 6 месяцев до золота не хватало, наделись на shakeup. И в последний самый день получилось докрутить ансамбль, потому что мы чуть улучшили сингл модели сольные, то есть вот этот WaveNet, и она нам еще дала boost. И получилось 504 на паблике, что мы думали, очень круто, конечно, но оказалось, она потом на private очень плохую. Ну как не очень плохую, она была в двадцатке, но не в золоте. Что по поводу командной работы. Получилось так, что два парня, вот этот вот первый, француз и Little, они отсеклись. Первый, потому что он говорит, у него там была работа, и он был занят работой, и он так толком, ну там пару анализов каких-то там подсказал, но таких не особо важных. Little, он был в Китае, и у нас вот этот вот shift времени с ним вообще не совпадал, и получалось так, что он там сам по себе жил, он там что-то делал, крутил, но оно не особо там играло. И вот с этим лаком у нас, он там со Швецией, у нас был shift времени, два часа вроде, и вот в основном мы с ним это все и пытались сделать. Изначально у нас был только один мастер, это вот первый участник коллектива нашего. Дальше уже мы стали недавно всем мастерами. По поводу выигрышной модели немного расскажу. Вот может кто-то слышал. WaveNet. Довольно-таки интересная модель. И вот baseline этот был взят у человека с четвертого места. Он был, он немного на шейкапе вниз упал. Скорее всего из-за того, что… Ладно, я чуть позже расскажу, из-за чего он упал чуть на шейкапе, на лидерборде. Baseline был его, и этим Baseline он уже выиграл соревнования по временным рядам одно. Второе соревнование, там не было временных рядов, но он этой же моделью выигрывал, то есть он был в золоте. И вот третье соревнование, собственно, путем наблюдений, кто был в топовых местах, как это делается на кегле, сразу смотришь, какие они могут использовать. Если раньше что-то в них зашло, то возможно это зайдет в следующий раз. Ну это классика такая. Так оно и произошло на самом деле. Что это за модель? Это модель, которая sequence to sequence. Она работает через энкодер-декодер. Кому интересно, можно почитать. Там довольно-таки много, как всегда, текста по поводу этого. Но заключается в том, что она использует deleted convolution слои. И получается так, что вот эти deleted convolution слои, как можно видеть, у них фильтры работают немножко иначе и позволяют большой диапазон данных, точнее большое количество данных закинуть, обработать моделью с одинаковым количеством параметров. И она быстрее из этого получается. Что мы брали для валидации здесь? Это 16 дней, опять-таки, вот этих вот предпоследних 16 дней перед тестом. Вот этот вот энкодер, он энкодил какие-то секвенсы, ну 16 дней этот sequence был, он и энкодит его, и адекодер отдает предсказания по поводу 16 этих, длины 16 дней, временных рядов. Валидация использовала степ-бай-степ. Получается, это халдаут была, валидация, тренды сплит. Что хитрого мы использовали, возможно, из-за чего вот этот вот автор, автор этой модельки спустился на одну позицию вниз, из-за того, что вот количество итераций у нас было 120 тысяч, то есть это где-то 12 часов на 1080 Ti оно тренировалось. И поэтому мы брали, как мы решили. С пятой, с пятитысячной итерации скор уже довольно-таки был неплохой, ну как, он был плохой, но он улучшался постепенно. И чтобы как-то обобщить эту модель, то есть мы взяли экспоненциальное среднее с бачей, с итерацией 5000-101000. То есть это было там около 20 моделей, я просто не помню, шаг сам, вроде 5000 был шаг или даже больше, но там получилось 20 моделей. То есть это среднее экспоненциальное, среднее сглаженное экспоненциальное 20 моделей. Вот этот вот, почему экспоненциальное среднее сглаженное? Потому что оно лучше обрабатывает тренды. И вот эти вот всякие там выходные и прочие, и прочие какие-то тренды в Эквадоре были, оно обрабатывает их лучше. И вот этот вот фактор, который мы умножали, это называется smoothing constant. И этот фактор был подобран валидацией, кросс-валидацией. И он равен у нас был 0,9. И вот этот вот SJV, он грандмастер, и вот у него не было экспоненциального среднего вроде, насколько я помню. И либо бачи вот эти вот, которые он предсказывал, у него был другой диапазон. Из-за этого мы немножко вышли вверх. Что интересного по поводу можно было найти. Как обычно, всегда это бывает, если у тебя есть не сгорающие, точнее у тебя есть какое-то количество попыток, сабмишинов, то надо как-то их использовать и сразу начинаешь переумножать на какие-то. Ну, пытаюсь пробить лидерборд. И это получилось. И это получилось, потому что потому что ансамбль, он, то есть мы боролись с этим, вот чтобы не было андерфита, чтобы оверфитнуться, хотя бы чуть-чуть, точнее переестимировать, как я показывал из-за метрики. Потому что штрафовалось меньше. И так получилось, что градиентный, вот этот вот ансамбль из градиентных бустингов, он как раз переоценился, поэтому мы чуть его уменьшили, а вот как раз нейронка, она наоборот все случилась, и то есть мы умножили на 1.03. Но мы потом немного забоялись умножать это уже на финальном результате, но я уверен, что оно бы удалось чуть-чуть. Но и тем не менее, мы все равно заняли нормальное место. По поводу решений других ребят, команд. Восьмое место использовали такую же модель, как вот я использовал. Это DNN, вот это вот, которые fully connected layers из entity embeddings. Пятое место, это был опять-таки вот этот вот же baseline, докрученный вот этого SJV, грандмастера, CNN WaveNet из RGB и RNN. Вот на четвертом месте этот человек, он своей же моделью все это делал. Ну как своей же. То есть это его был baseline просто. Вот по поводу чего-то там нового или хитрого, ну как бы тут все примерно делали одно и то же. То есть это как бы немного кому-то повезло, кому-то не повезло. Ну вот если брать в восемь мест первых. Третье место, третье место, это были ребята из ODS, ODS Slack, ODS Community, и они вот были на втором месте, мы их чуть сдвинули вниз, и как они писали, у них было где-то около восьми моделей, которые занимали 512. Это как бы выше на одну позицию, чем мы. То есть они бы нас перебили, они просто выбрали другой субмит. Ну тоже они повезло немного. По поводу первого места. Вот в первом месте довольно-таки интересная была вещь, потому что они используют как обычно этот же WaveNet CNN, но также они очень хорошо сумели докрутить градиентные модели. Что они делали? Они предсказывали 16 дней подряд. То есть они брали весь трейн и валидировали сначала на одном дне, потом на двух дня, потом на трех днях, потом на четырех днях, на пяти днях, на шести днях. И таким образом получалось это 16 отдельных моделей. Что им очень хорошо помогло. И вот если посмотреть, то они даже вот этой вот одной модели вышли бы в топ, в первое место. Стекинг тут и это они только пробовали. Мы не пробовали, потому что не успели на самом деле. И как-то у нас валидация не работала, поэтому смысла не было. То есть они ансамблем в конце это все линейным сделали. И заняли вот 509, когда мы на втором месте, у нас был score 512, 513, 513, насколько я помню, 512 у нас был. И вот собственно финальный, финальный этот рэнкинг. Вот мы были на, в последнем дне мы были на 12 месте, да, и так получилось, что мы первые выбрали ансамбль, потому что он был 504 на лидерборде. Мы хотели хотя бы золото взять, не как хотя бы. Было бы круто, если мы золото взяли, но мы знали, что оверфит будет, ну 70% будет оверфит из-за вот этих вот он промоушен и прочего. Чем больше фич на он промоушен делалось, тем больше был шанс оверфита. Поэтому мы вторую модель взяли такую железную, вот этот вот WaveNet. Почему железная? Потому что было огромное количество моделей усредненных. И мы думали, что валидация довольно-таки нормальная была, и мы вот не делали никаких вот этих вот трюков с умножением на какие-то факторы. Мы просто оставили эту модельку и собственно вот результат. Второе место у нас получилось. И потом чуть позже мы стали уже мастерами в этом все. Вот собственно все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в валидации. Требуло можно выкидать какие-то 16 дней с трену, какие-то цели на днях в валидации. Сезонность она, конечно, была, потому что она всегда присутствует, но вот по поводу выкидывания, возможно, можно было что-то сделать с этим. Но так как был этот сет очень большой, то у нас просто не хватило времени. И, собственно, много очень попыток и ресурсов надо постоянно туда прогонять все и смотреть. Потому что валидация, как таковое, я сказал, что не было нормально, поэтому мы не могли полностью с уверенностью сказать. То есть по паблику только можно было. Паблик, я забыл сказать, что это первые 5 дней, а private это последние 11. А были какие-то экономатричные модели? Кто-то что-то пробовал? Были разные попытки, смотря, какие ты говоришь модели. Были Arima, вот такие модели, были Profit, были, были куча разных, H2O, вот эти вот AfterML, ну Arima, ты, наверное, про нее говоришь, но она ни себя не показала. То есть я даже не делал бы ислайн, просто на форуме люди писали, что она как-то не зашла. Сейчас запытание. А можете рассказать про формирование тренировочной выборки и валидации? То есть я так понял, но у вас был только holdout? Да, да, был только holdout, и это были последние 16 дней. Они просто, почему именно вот эти вот последние 16 дней, мы пробовали разные периоды. В предыдущий месяц брали 2016 год, 16 дней, но по паблику смотрели просто и как раз вот этот диапазон вот этих вот чисел, которые я сказал, точнее дат в ходе, для holdout мы выбрали. Ладно, а тренировочные выборки, ну вот какие были там периоды для тренировки? 2017 год. То есть полностью? Полностью. Для нейронки у нас было 2015 года с конца 2015 года. Больше, то есть получается в два раза больше, то есть в два с половиной раза. И как вы, например, формировали датасет вот для того же 2017 года? То есть у вас же каждый день получается должен быть с каким-то лагом определенным, то есть как минимум либо один день, либо шестнадцать, в зависимости от того, как вы формируете эту выборку? Ну мы формировали ее по одному дню и потом вот этими вот сглаживами мы брали разные периоды с разными окнами и формировали, вот группировали, это как pivot table получался. И вот в таком образе мы делали, в таком виде. Не, ну я про то больше, например, ну если понятно, почему такой вопрос, ну не совсем понятно, например, когда мы оптилируемся только до 16 днях, допустим, у нас в тренинде 16 дней есть только, допустим, последние перед валидацией и мы соответственно наформируем всю выборку на основе опты прошлой, как бы, ну и все фичи там, все средние, все прошлые, формируем на этот счет. А если мы берем уже больше дней, как бы, больше, условно 16, то мы должны как-то учитывать то, что, например, какой-то там, какой-то там, условно 5 мая может быть как и одним днем до, ну условно, это может быть как и первый день валидации, так и 15 день валидации. А, ну именно чтобы попасть в вот это вот окно. Ну да, я имею в виду, как ты наформируем вот лаги, допустим, как формировались опять же вот эти вот средние. Ну это собственно кросс-валидация формировалась, просто разные значения подбирались и смотрелись, как лучше реагируют модели вот только так. То есть не было никакого такого анализа. Не, наверное, попробую лучше сформулировать. Я имею в виду то, что, допустим, у тебя есть наформируем валидации, ну и 16 дней. И, ну логично, сформировать трейн-сет тоже, например, из 16 дней и на основе последних 16 дней ты формируешь полностью все фичи на этих 16 днях. Допустим, если ты хочешь добавить еще данных, допустим, еще плюс 16 дней накинуть сзади, у тебя же получается месяц, то у тебя уже просто стоит вопрос, какие из этих дней, например, ближайшие к трейну, ну получается, в форме трейн ты должен быть такие же фичи, как и валидации. Ну приблизительно такой же сет, как и валидации, таким образом формировать фичи и в трейне. Если у тебя большой период, то, допустим, на 16 дней тебе там уже могут быть, знаешь, докладываться, допустим, вот эти вот периоды, например, у тебя какой-то ночью вверх может быть как первым днем валидации, так и, например, пятым днем валидации твоим. Я вот про это имею в виду. Или непонятно все равно, что я объясняю. Я не сильно понял, но вот эта вот дату, с которой мы начинали формировать эти вот лаги, она подбиралась тоже. И, собственно, она подбиралась таким образом, чтобы как раз вот эта вот, допустим, среда, которая первый день валидации, что-то попала на среду. И как раз исторические данные мы тоже использовали. Но вы условно шли окном в две недели, да, вот эти вот окном в 16 дней, начиная, получается, с конца и шли до начала 2018 года. Ну, не только 16 дней. То есть там окна были разные, как я показывал, там были разные периоды. Но формирование фичи у вас должно было быть, как бы, вы берете условно 16 дней, ну и формируете по всей истории все фичи для этих 16 дней. Потом берете еще 16 дней, влево и еще формируете опять же по всей прошлой истории. Да, только если ты считаешь, что это именно по 16 дней. А мы как бы брали не только по 16 дней, мы брали, допустим, по три дня, только главное, чтобы, ну, это, собственно, первый день валидации упал как раз вот на среду. Ну, ты же не можешь взять три дня для, допустим, там, кого-то, ну, если мы берем по валидации, ну, от этого до 16 для 15-го дня валидации, потому что у тебя не будет таких данных в трене для формирования фич. Да, поэтому мы подбирали вот эту вот данную, которая, вот эта вот дата, чтобы она совпала как раз, чтобы эти данные как раз попали вот в трене. Ну, вот и мой вопрос на то, как вот именно наформляют этот вот трен, потому что вот чтобы не было такого, что у вас какие-то фичи как бы получились так, что у вас нет таких данных в… Ну, собственно, проверяли просто по… ну, подбирали вот эту вот дату и когда мы формировали вот эти вот скользящие средние под разными окнами, то, понятное дело, на какой-то дате ты просто ошибка у тебя будет, потому что у тебя не будет индекса. Ну, получается, вы должны были двигаться по 16 дней, вот условно у вас есть там конечная дата и вы по 16 дней туда двигались. Можно, да, поделить это по 16 дней. По идее. Ну, в этих 16 днях еще можно было поделить, допустим, правильно, по 8 дней. Не, ну, понятно, например, ну, 8 дней у вас невозможно только для вот этих вот крайних ваших значений, то есть для первых. Выходит что так. Условно так. Выходит что так. И, а вы пробовали уменьшать тренировочную выборку? Насколько оно влияло? Я понимаю, вы пробовали тренировать на всем, а на меньше пробовали тренировать? Пробовали. И вот я об этом говорил, да, то, что всего 4 года было, но очень много. Там был один тренд вот этот, вот его можно было выделить по поводу землетрясения, то есть, но смысла тоже не было, поэтому мы пробовали уменьшать. И самое меньшее, что у меня получилось, это вот я 9 месяцев брал. И на 9 месяцах… Ну, в основном все брали 2017 год. То есть это получалось… Нет, я вру, это не 9 месяцев. Это получалось… У меня получалось 6 месяцев и 2017 год – это 7 месяцев. Вот так. А еще меньше пробовал брать? Еще меньше период? Меньше пробовал, конечно, брать, потому что, я же говорил, у меня сильного мощности не было больших. Но все равно скорб по паблику мы валидировались, был хуже. Был хуже? Хуже. А если ты добавлял данные, то тоже становилось хуже? Или типа скорб не менялся? Когда добавляли, то уже было хуже. В градиентных тоже было хуже. То есть вы нашли идеальную для себя… Собственно, да. В чем заключалась уже последняя, допустим, неделя, это как раз нахождение вот этих вот дат, которые лучше всего покажут себя на паблике. Потому что валидация, она вроде была окей, то есть тренд можно было понять. То есть если лучше на паблике, то и валидация там чуть лучше была. Но вот эти последние 11 дней, которые вот эти вот мы, понятное дело, не знали, и поэтому мы подбирали по паблику. И это у вас было для всех моделей такой период? У меня было на всех почти моделях такой период. Вот в нейронках, я сказал же, период был больше. С 2015 года, с конца. Он тоже был подобран экспериментальным путем. Еще два питания. Какой-то спрацювало с выкодами, например, там, квант или 95-й, 95-й квант, или что-то такое? Я пробовал делать процентную квант, или вот эти вот состетические вот эти методы, когда мы скользящие делали. Но опять-таки не сильно зашло, поскору. Я на вазе просто обрезать значение, какие тоже выступают, например, продажи, заполнение товара. Я понял, нет, такого мы не делали, мы единственное, что в самом конце вот это вот максимальное наблюдение, допустим, у нас максимальные продажи были там 2000, мы их обрезали 1800, поставили графики, вот эти вот сусами, которые, и обрезали максимальное обрезание. Две разных типа валидации было. Точнее, их можно было придумать кучу. То есть брались вот этот вот для валидации период 16 дней и предсказывалась одна модель на 16 днях, как это делается. Потом кто-то предложил, то есть что делалось? Брался весь train и брался, брался для валидации в начале, в первой итерации. Было 16 итераций всего. В первой итерации брался один день. То есть он валилился на один день. Дальше, то есть вторая итерация два дня, три дня, четыре дня, пять дней, пять дней, шесть дней, семь дней. То есть каждая модель тренировалась заново и валидировалась на разных промежутках, которые росли постоянно. И потом у тебя было N модели, и ты их усреднял, правильно? Да, да. Я не использовал просто такой вариант. А эти корнелы можно подавиться? Что? Ну, корнелы можно подавиться. Если зайти в дискуссион, в соревновании, то они выложили сорсы, и там есть. Даже в вот этом бейслайне, паблике, он один самый популярный, тоже можно посмотреть. Тоже интересно. Придумаю. Если я не ошибаюсь, там, если у конкретной пары item-store не было продаж в конкретный день, то там никакого вообще записи нет в дата-сайте. То есть там нулей не было. Вы не заполняли нулями, нулевыми продажами вот те дни, где в конкретной связке store и item не было продаж, там не было вообще ничего. Нет, заполняли, нули проставляли. То есть это как бы все делали, там с бейслайна начиналось это все. Там где не было, я там вроде говорил, или забыл, можно сказать. Проставляли нулей. В трейнинг, да? Ты про трейнинг пишешь. Да, в трейнинг. Да, в трейнинг проставляли нулей. Я понял, спасибо. Опять-таки это было экспериментально. То есть мы проставили нулей, посмотрели там по скору, и просто убрали эти записи, тоже посмотрели по скору, нули лучше сыграли, и вот мы, собственно, мы лейдзали, оставили. И те, и другие мы предъявили нулями. И новые, и вот те, которых не было записи. Точнее, насколько я помню, там вообще не вроде были ли пустые записи в трейнинге. Там были негативные, то есть отрицательные продажи, которые возвраты. Вот мы их тоже предсказали, сразу предсказали нулями. Нет, не записывали. Я понял, о чем ты говоришь. Нет. Сейчас я промотаю, немножко исполню. Так. Да, я все, я вспомнил, я просто, наверное, не записал это. Получается логично, да. Если вот этих вот item, которые не будет в трейнинге, но он есть в тесте, тогда модель, понятно, будет предсказывать плохо, если мы ее полностью уберем. Поэтому нули, насколько я помню, проставлялись для таких значений. То есть для нон, относительно магазина. И дня. Да, да, она была вот этим вот парнем, который SGV, который, ну, то есть все брали за Бейслан, его модель. Она есть в GitHub, то есть можно посмотреть ее, найти, и да, он ее sequence-to-sequence модернизировал и добавлял. То есть можно посмотреть, как он это сделал. То есть, ну, по сути, это стандартный подход с LSTM, нет, не LSTM, про sequence-to-sequence модель посмотреть. Просто не буду сейчас рассказывать, в GitHub можно посмотреть, у него есть сердцы. Она была модернизирована, да. Раз, раз. Да, расскажи, пожалуйста, еще немножко про NTTM-беннингс, как их ты делал для катеральных фич. Опять-таки, да, как я сказал, вот в Rospon Sales было похожее соревнование, и вот там ребята третье место заняли, и потом даже написали какие-то paper в архив, они написали по поводу этого. Ну, просто это другой подход к обработке категориальных признаков. То есть, как все используют стандартное, это one-hot encoding берется. Они как это делают, они просто стандарт-скейлером скейлили это все, и в embedding слой, ну, стандартный embedding слой нейронки закидывали вот этот вот вектор. Ну, матрицу. Чего матрицу? Вот этот вот embedding. Ну, точнее, они стандарт-скейлер брали. Скейлили это все. Ну, стандарт-скейлер это же не для категориальных фич, это же, наверное, для числовых. Ну, категориальные числовые, ну, да, точно. Я, честно говоря, наверное, с стандарт-скейлером они должны были в дуумерик-фичи. Они преобразовывали категориальные признаки и закидывали их в embedding слой, и, собственно, вот так они работали. Они просто не one-hot encoded, а иначе это делали. Можно посмотреть, я вот точно не помню, как это сделано. antitm-bannings. Ну, написано dnn with antitm-bannings. Про это сейчас разговор. То есть, на моем понимании, на польше, вот это получается слоем банков понятно, но это как, наверное, условно, одна, одно типа, ну, категория, это как слово в текстах, да, и получается по такому же принципу. Да, да, то есть это словарь берется какой-то. Вот точно так же, как работает это в текстах, как я вам сказал, это берется словарь, и какие-то самые большие категориальные признаки, они брали только самые большие, и вот они преобразовываются в словарь и закидываются в embedding слой. И получается, эти embedding тренируются? Да. А числовые фичи вы просто категорируете к этому embeddingам этим? Числовые фичи к embeddingам не тренируются. Они используются просто стандартно. Не, но они как бы категорируются или что с ними происходит? Или вы куда-то уже, ну, их в другой слой вставляете просто, их вставляете другому слою, там, фульконнект, допустим? Они вроде, да, они передаются в другой слой. Просто стандартно. То есть, получается, допустим, вы с CNN-кой там тренируете embedding, а дальше идет fully connected, но вы к нему уже на доконкайте вот эти числовые фичи. Да, так и есть. Просто это, собственно, подход для, как вот в тексте, когда ты прямо сказал, то есть, это как словари. Понятно. Ну, и именно этот вот энкодер, этот embedding, он был у вас через CNN-ку? Или почем у вас было? Что у вас там было? Ну, ну, энкодер именно вот этих вот. Это отдельная была модель, то есть, это, ну, то, что я пробовал, она была через CNN-ку. Хорошо. И последний вопрос еще? Два лейра было, два dance-леера. У меня еще вопрос один есть. А ты изучал, почему у первого места такое отличие на бустинге большое? За счет чего они лучше сделали? есть предположение, точнее, ну да, предположение, потому что, точнее, наверное, уже не предположение, потому что они все-таки заняли выше места. Они использовали намного больше фичей, они там хитро очень преобразовали фичи в плане, у них были исторические данные, там, количество продаж за последние три дня, предпоследние три дня, количество продаж, тоталы разные. Потом у них была такая штука, как decay, то есть они использовали вот это вот затухание, экспоненциально скользящую среднюю, использовали в градиентном бустинге. То есть остальные люди это не использовали. Мне кажется, это как бы одна из таких основных фичей, то есть получается они предыдущую информацию, вес предыдущей информации, как это работает с скользящим средним, меньше учитывается, чем настоящий. Это была как фича какая-то отдельная? Да, называется она decay у них. Ну и можно посмотреть этот… Это просто они какое-то число брали, нажали на какой-то уменьшительный коэффициент, который уменьшал это число? Да, да, получается так. Насколько я понял, это так. То есть вот этот вот decay, мне кажется, это экспоненциональное EMA, и сыграл самую большую роль, потому что он выравнивал модель. А, ну ты еще, кстати, не упоминал, а выбрали назначение прошлого года, допустим, позапрошлого года, как фичи. Просто я помню, иногда это работает, когда берешь за предыдущий год или за предыдущий год, там, условно, три дня в этом районе. Отдельно, типа каким-то разным. Ну как и фичи, да, как и фичи, то есть. Насколько я помню, мы не использовали. Возможно, кто-то из ребят использовал, но, наверное, оно не зашло. Да, но за год назад, нет, за год назад у меня была лага. Это в нейронках, да, я сейчас проградиентный. А, ну в нейронках ты использовал, да? В нейронках, да, ну это как бы нейронка, я сговорил, делал вот лаг, что-то чувак делал, мы потом его докручивали в основном гиперпараметры, и вот он использовал вот эти вот фичи, да, и, как видно, у него был больше train dataset, и он использовал лаг больше назад. А еще, так тоже, но я, по-моему, видел только рекуррентные, только у третьего места были сети, почему они, но ты пробовал, они плохо заходили, почему так? Я рекуррентные не пробовал. Я пробовал, что я попробовал, это LSTM, но у меня он тоже, что-то я не смог его нормально закрутить. Почему рекуррентные никто не использовал, честно говоря, я не могу сказать. Надо посмотреть, что написали ребятам. А еще такой вопрос, а медиана, на ком была бы месте, отчистая медиана направите? Ну, там какая-то, может, не совсем чистая, такая, скажем, взвешенная, может быть, медиана, на ком была бы месте направите? Попало бы в серебро? Я сейчас, я примерно сейчас вспоминаю лидерборд, я могу на вскидку сказать, потому что я не помню. Ну, примерно, да, не обязательно, ну, там, примерно. Мне кажется, не попало бы. Не попало бы? Но все-таки бронзы. Обычный медиан. это была бы, наверное, бронза. Да, нормально. Ну, отскочить, ну, на бронзу, как обычно, на Kaggle, это довольно-таки так, несложно. То есть, что-то там ансамбль сделал, там, да, или модель какую-то, и повезло. Спасибо. Еще очень быстрый вопрос. В sequence to sequence он с attention был или в один вектор и потом дальше на decoder? Еще раз, а что ты подразумеваешь под первым вариантом? Ну, когда с attention у тебя encoder делает последовательность каких-то embeddingов, и потом decoder с каждым степом смотрит какой-то attention конкретный. последовательно так и есть, вот как ты сказал. То есть, encoder делает embeddingи и передает вот дальше decoder. Ну, он все embedding, просто есть, ну, типа классический вариант, когда у тебя encoder как бы в результате производит какой-то один вектор, который ты даешь decoderу, и он из него генерирует последовательность. А, я понял. А с attentionом это когда decoder каждый степ может смотреть на все стейты encoder и выбирать какие-то конкретные. Передавался общий. Общий, да? А, окей, понял. Спасибо. Хорошо, дякаем. У нас закончилось запитание. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.